Какие замены переменной являются допустимыми для пространства Соболева? В 1941 году, на шестой день после начала войны, был подписан журнал докладов, где была напечатана заметка Соболева, и он рассмотрел вопрос о замене переменной для пространства Соболева, но в классе дифиаморфизма. Вот если замена переменной дифиаморфизм, он описал, как это можно менять переменные для функций классов Соболева, и все дело состоит в том, что в конце этой заметки сделал такое одно замечание удивительное, что, скорее всего, вот эти дифиаморфизмы, которые он рассматривал, в общем, если это все перевести на современный язык, то это были квазиизометрии, гладкие квазиизометрии. То эти же квазиизометрии, гладкие, они являются также и необходимым условием для замены переменных. Ну, ответ на этот вопрос был получен, скажем, лет 20 спустя. В кандидатской диссертации Мазья подтвердил, что действительно, если мы рассматриваем категорию дифиаморфизмов, C1 дифиаморфизмов, то это из точности квазиизометрии для того, чтобы сделать переменную в пространствах Соболева L1P. Значит, здесь все дело состоит в том, что я буду рассматривать, не буду ограничиваться только дифиаморфизмами, здесь гомеоморфизм, просто произвольный гомеоморфизм, и при каких условиях на отображение фи композиция тоже принадлежит пространству L1P. То есть композиция с функцией класса Соболева есть тоже функция класса Соболева. Вот это, значит, первый вопрос. Второй вопрос. При каких условиях эта композиция будет ограниченным оператором? То есть вот этот вот гомоморфизм фи созвездочка, это есть контравариантный функтор. Значит, он осуществляет перенос функции с области D' на область D. Значит, при каких условиях этот гомоморфизм, этот оператор композиции будет ограниченным? Значит, я сразу сформулирую проблему, состоящую в том, что... Вот сейчас я приведу ответ на тот случай, когда мы меняем переменные в пространствах Соболева L1P. И сразу же сформулирую проблему, что для пространств Соболева W1P ответ неизвестен до сих пор. Кроме того, в случае, когда D и D' это есть Rn. Ну, это в моей работе там одно и написано, какие должны быть условия. Но понятно, что Rn это одно, а в области D' там геометрия границы начинает на всё влиять. И вот до сих пор... Хотя я знаю целые математические группы за границей, которые этой задачей занимаются, и до сих пор никакого прогресса заметного нет. Так. Ну и вот такой вот вопрос. Значит, ответ на этот вопрос был получен в моей работе 1988 года. Значит, гомоморфизм, значит, φ, значит, я его буду называть пиквозикомформным, чтобы, значит, не вводить слишком много, значит, новых обозначений, пиквозикомформным. Вот если, значит, оператор композиции ограничен, вот это есть, как бы, то есть наше, значит, изначальное предположение. Так вот, оказывается, условие 1 эквивалентно ещё двум. То есть оператор композиции ограничен тогда и только тогда, когда выполняется условие 2. Вот это вот, значит, условие о том, что для любого конденсатора прообраза конденсатора оценивается через... контролируется, значит, ёмкостью исходного конденсатора с помощью константы, значит, КП. И ещё вот есть такое интересное, значит, описание, состоящее в том, что вот этот гомоморфизм должен принадлежать классу Соболева W1P, третье, значит, условие, эквивалентное первому. И выполняется вот эта вот поточечная оценка. И вот в этой теореме, как вы видите, соединились анализ. То есть первое утверждение – это анализ, значит, норма некоторого оператора в функциональном пространстве – это анализ. Второе условие – это геометрия, потому что ёмкость конденсатора – это геометрическая феористика, я об этом буду говорить чуть попозже. Вот, то есть, если мы, ну, в общем, одну оболочку фиксируем, а вторую, значит, позволим, значит, изменяться, то тогда ёмкость стремится к нулю при определённых условиях тогда и только, когда диаметр этого второго континуума стремится к нулю. Вот, значит, второе условие – это геометрия, а третье условие – это, конечно, алгебра. Соотношение между нормой матрицы Якоби и определительным – это как-никак алгебра. Вот, и здесь это, в общем, в точности то, что соответствует направлению конференции. D'X – это определитель матрицы Якоби. Якобиан? Определитель матрицы Якоби – вот это вот то, что там написано. D'X – это матрица Якоби, то есть набор частных производных, матрица из частных производных. А вот справа написан определитель. То есть норма матрицы якобы контролируется определителем степени единицы на П. А в втором условии КП степени П, да. Так, значит, мы сейчас переходим, значит, что из этого можно, значит, это всё. Да, ну и вот между вот этими всеми константами есть вот такое соотношение, которое здесь и написано. Так, давайте мы пойдём дальше. Ну, в случае, когда П равняется Н, то вот эти вот так называемые Н-квазикомформные гомеоморфизмы, это в точности вот эти вот квазикомформные отображения, которые известны с 50-х годов. Ну, а в плоском случае ещё раньше. Вот, теперь, ну, я тут ввёл уже, значит, понятие конденсатора. Значит, конденсатор в области Д-штрих – это всего пара, значит, континуумов, которые не пересекаются друг с другом. Вот, и, значит, если область, значит, У компактно вложена в Д-штрих, и Ф – это континуум, который находится в У, то вот такой вот конденсатор, ФУ – это просто, значит, конденсатор, у которого одна оболочка – это Ф, а вторая оболочка – это просто ДУ. Вот, и самые, конечно, простые конденсаторы – это так называемые кубические конденсаторы. Это просто концентрические кубы с центром, значит, точки Y разных радиусов. Это наиболее простой, значит, набор конденсаторов. Понятно, что если мы проверяем вот это вот условие, которое здесь было, вот это вот, вот это условие мы проверяем. Так, вы знаете, плохо работает, куда-то надо. В общем, если мы условие проверяем съёмкостью, то понятно, что его надо проверять, так, для наиболее простого, значит, класса конденсаторов. Вот, ну и для любого конденсатора можно рассматривать прообраз. Значит, это тоже будет конденсатор. Можно вопрос? Там написано в первой строчке, что здесь G, то есть не пересекающиеся, а в второй строчке они содержатся в углу. Ещё раз? Во второй строчке должны... Да, 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 но дело в том, что вторая оболочка конденсатора – это граница области У. Вот это так, ну просто удобно записывать. А у вас непрерывно. Что? А приори непрерывно. Что непрерывно? Фи функция, фи отображение. Гомеоморфизм, да. Гомеоморфизм, значит, непрерывно. И обратно непрерывно. Ну, можно рассматривать и разрывно, но это другой вопрос. Теперь ёмкость конденсатора. Ну, ёмкость конденсатора – это не случайное здесь название, потому что в случае P равное 2, это и N равное 3, это есть просто величина, которая пропорциональна физической ёмкости. И она определяется как нижняя грань вот таких вот интегралов от так называемых допустимых функций. А допустимые функции – это просто непрерывные функции класса Соболева, которые равны единице на оболочке F1 и равны нулю на оболочке F0. Вот мы минимизируем вот этот вот интеграл. Понятно, что норма степени P – это просто интегралы от градиентов степени P. Мы минимизируем эти интегралы по всем таким допустимым функциям и получаем значение. Вот это значение называется ёмкостью. Так, значит, теперь мне понадобится ещё одно понятие для следующей теоремы. Это так называемая квазиаддитивная функция множества. Дело состоит в том, что всем известно, что такое мера. Мера определена, значит, это есть аддитивная функция на некотором классе измеримых множеств. Но дело состоит в том, что часто бывает, что эти функции множества нужно рассматривать на других наборах. В данном случае в качестве набора выступает некоторый набор открытых множеств, который обладает таким вот свойством, что всякий открытый куб содержится в этом наборе. И если есть конечная совокупность множеств, содержащихся в этом наборе, то их объединение тоже содержится в этом наборе. Ну, понятно, что есть минимальная система, которая состоит из объединений конечного набора дизъюнтных кубов. И максимальная система, которая состоит из всех открытых множеств. Ну, и на этом наборе открытых множеств можно рассматривать функцию множества, которая каждому открытому множеству сопоставляет неотрицательное число. И от нее только лишь требуется, чтобы на кубах она принимала конечное значение. И вот для набора дизъюнтных открытых множеств уитых, содержащихся в У, сумма, значит, в значении на уитых не превосходила значение на У. То есть аддитивности нет, а есть так называемое свойство квазиаддитивности. Где такие функции множества возникают, я сейчас скажу чуть попозже. И вот теперь вот эта вот теорема, которую я сейчас формулирую, она является обобщением предыдущей и, в общем, содержит все подходы к возикомформному анализу, которые известны в литературе. Значит, в чем разница? Разница состоит в том, что в области D' я рассматриваю весовую функцию. На весовую функцию, кроме измеримости и никаких условий не накладывается, ну, может быть, локальная суммируемость, никаких условий не накладывается априори. И мы рассматриваем тот же самый вопрос о том, когда оператор композиции будет ограничен. Значит, обращаю ваше внимание, что здесь уже Q не превосходит P, заключены они вот в таких вот пределах. Вот описать, значит, условия, при которых этот оператор будет ограничен. И вот, оказывается, условия вот какие. Значит, второе условие – это как раз условия на емкость конденсаторов. Обращаю ваше внимание, что здесь рассматриваются только кубические конденсаторы, то есть минимальный, самый бедный набор конденсаторов, который только возможен. Вот. Значит, справа написано некоторое непонятное значение, но это простая вещь. Я просто, значит, беру, так сказать, кубический конденсатор в области D' и рассматриваю там просто линейную функцию, которую соединяют оболочки. Вот. И, значит, у нее градиент единицы разделить на R минус R. Вот он слева появился, этот градиент. А тогда интеграл – это просто будет весовая функция вот от этого… от той части пространства, которая содержится между, значит, вот этими поверхностями кубов. Вот это вот есть условия, значит, необходимые, достаточные, чтобы выполнялся один. И третье условие – это как раз поточечные условия. Значит, если первое, значит, условие – это анализ, второе условие – геометрия, то третье условие – вот здесь алгебра, она немножечко здесь, значит, нужно объяснить, что мы здесь делим одну величину на другую, значит, надо, чтобы знаменатель не обращался в ноль. При условии, что числитель, значит, не отрицательный, ну, не равен нулю, значит, такого быть не может, потому что с необходимостью, если выполняется один, тогда отображение φ должно иметь, обязано иметь конечное искажение. Конечное искажение означает, что норма, все частные производные обращаются в ноль на множестве нулей якобиана. Вот, теперь вот эта вот функция, значит, вот эта операторная функция искажения, она должна принадлежать пространству L-сигма, L-сигма суммируема в степени сигма, где сигма равняется бесконечности, если Q равняется P, вот, и сигма – это есть вот величина, которая выражается через вот эту вот разность, когда Q меньше, строго меньше P. В общем, здесь вот как раз присутствует, начинает уже присутствовать весовая функция. Ну, это понятно, геометрически понятно, что происходит, потому что весовая функция – это не что иное, как комфортное изменение геометрии в образе. Вот, так что, так сказать, ее здесь появление, оно совершенно не случайное. Значит, ну и между вот этими всеми, между нормой матрицы, между нормой, как говорится, оператора композиции, между вот нормой вот этой функции искажения в пространстве L-сигма и квазиадзитивной функции множества Пси – это есть такая вот связь. Значит, где появляется квазиадзитивная функция множества? Вот в этом месте. Вот если Q меньше P, тогда вот здесь в правой части стоит вот это вот значение квазиадзитивной функции на открытом множестве, которое заключено между поверхностями кубов. Ну что же, это вот эта вот теорема, ну, она, понятно, что она содержит предыдущую теорему. Во-первых, давайте так. В случае N равное P равное Q равное 2, и когда Омега тождественно равна единице, оператор композиции равен единице – это в точности комфортное отображение. Значит, когда Q равняется P равняется N, Омега тождественно равна единице – это в точности классические квазиакомфортные отображения. Ну вот это вот второй случай – это вот те самые P-квазиакомфортные гоморфизмы, которые были в предыдущей теореме. Ну и там сразу же, значит, после вот этой теоремы, значит, 88-го года, был рассмотрен случай, когда Q меньше P. Да, Q меньше P – это, значит, ну, в общем, у Хлоу и мной совместно, значит, в разные годы. Это всё было описано. Теперь, что интересно, значит, обращаю ваше внимание, что вначале вот это вот условие, значит, на емкость требуется только лишь для конденсаторов, кубических конденсаторов. Вот. Но оказывается, что уже когда теорема доказана, то есть доказаны эквивалентно всех трёх условий, тогда это же самое, значит, неравенство для емкости, оно выполняется для любого конденсатора. То есть изначально мы хотим, чтобы оно выполнялось для кубических, но потом получается, что оно выполняется для всех. Ну, это, так сказать, очень хорошее, так сказать, свойство, потому что это означает, что не надо проверять для кубических конденсаторов, а для наиболее простого набора проверить. Так, ну и там единственное, что нужно сделать, это поменять константы, значит, чуть константы могут ухудшиться, если мы рассматриваем произвольные конденсаторы, но ненамного. Так, дальше. Теперь есть, так сказать, я всё время это слово произносил, ёмкость-ёмкость, но я знаю, что есть, так сказать, математики, которые, так сказать, предпочитают работать с модулем. В общем, ну, по разным причинам. Причины могут быть самые разные. Вот, и, значит, то ли, так сказать, многие считают, что это просто единственный универсальный способ исследования отображения. Они об этом так прямо в статьях и пишут. Но на самом-то деле, вот здесь вот доказано, что если мы будем рассматривать модуль вместо ёмкости, никакого преимущества не получим. То есть мы получим тот же самый класс отображения. И это просто вопрос привычки, кто к чему привык. Практически все результаты, которые доказаны на языке ёмкости, можно доказать и на языке модулей, чем иногда математики, работающие в разных странах, и занимаются. Фамилии называть не буду, прошу прощения. Так, дальше. Значит, да, естественно, здесь возникает такая возможность. Вот когда эта теорема, значит, сформулирована, то понятно, что это есть обобщение квазикомформных отображений. Бери любой результат в квазикомформных отображениях и обобщай их на этот класс отображений. Ну, это, я бы так сказал, в общем, деятельность достойная хороших студентов и аспирантов. В общем, но оказалось, что вот в этой новой, так сказать, парадигме есть результаты, которые раньше вообще не звучали. И вот я сейчас хочу сформулировать один из них. Вот смотрите, мы рассматриваем вот этот так называемый, я их тут видите, пишу, кепью омегаморфизм. Это вот как раз и есть тот самый класс отображений, который в последнее время был сформулирован. И, значит, дело в том, что когда мы имеем вот этот вот оператор композиции, то, значит, мы для каждого открытого множества W в образе можем рассматривать, значит, вот ограничение этого оператора композиции на функции, которые на границе области W обращаются в ноль. Вот, и тогда мы получим, ну, некий, так сказать, в общем, как бы вот этот вот оператор композиции, у которого есть норма. Вот, у которого есть норма. Вот, и, значит, вот это вот, значит, тогда мы открытого множества W сопоставляем норму вот этого самого оператора W в степени стигма. Ну, это в случае, когда Q меньше P. Вот, вторая, значит, функция, когда мы берем W и интегрируем вот эту функцию искажения по прообразу, по прообразу, значит, норма 100 W, ну, и берем норму, значит, в L-сигма и в степени стигма. Вот этот, получается, вот этот интеграл, который написан справа. Значит, здесь, в первой строчке, это норма оператора композиции, которая ограничена на W. Значит, во втором случае это есть, в общем, интеграл от функции искажения. Ну, и вот еще есть некая третья характеристика, которая вот как раз вот связана вот с этой вот геометрией искажения конденсаторов. Значит, нам нужно, ну, я здесь не буду ее долго описывать, в общем, потому что это, так сказать, такая вот сложная, так сказать, комбинация. Она, в общем, здесь присутствует ради того, только чтобы спросить, какая связь между этими характеристиками. Вот мы имеем три функции множества. Какая между ними связь? И вообще, есть ли связь? Ну, там вот те неравенства, которые я выписывал, как бы, ну, есть соотношение, сказать, норма одной не превосходит, там, значит, и так далее, и так далее. Но это все неравенство. Так вот, оказывается, и это удивительно, все они совпадают. Вот эти вот все функции множества, которые возникли совершенно различных соображений, из анализа, из алгебры и из геометрии, они все совпадают между собой. Это новый результат, и, значит, из него сразу там много чего вытекает, но я вот здесь сформулирую только лишь два. И еще вот скажу, что в случае, когда Q равняется P, мы получаем совпадение вот этих вот числовых характеристик, потому что там нам нет никакого смысла ограничивать на W. Ну, вот этот результат, ну, заведомо новый для квазикомфорных отображений. То есть это вот такая глухая классика, почему-то прошла мимо, этот результат прошел мимо внимания. Так, теперь это вот сразу мы получаем такое вот качественное следствие из совпадения трех функций множества мы получаем, что все они счетно-аддитивны, распространяются единственным образом на сигмалхевру Боррельевских множеств. Да, и счетно-аддитивны, да. То есть уже никакой квази-аддитивности нет. И для почти всех Y вот производные функции Фиш-штрих выражаются вот таким вот отношением через двух значений. Так. Так. Ну что же, вот дошли до граничного поведения. Граничное поведение – это, так сказать, вечная тема в теории функции. Значит, это вот есть такая классическая теория карате-дори. Вот, на плоскости. И все дело состоит в том, что, ну, сотни работ уж точно на эту тему написаны за всю, так сказать, историю, значит, теории функций. И, казалось бы, что там можно сказать новое. Ну вот, тем не менее, я считаю, вопрос не исчерпан. Я сейчас просто расскажу тот подход, который, так сказать, в данном случае позволяет, ну, получить более-менее удовлетворительный ответ на этот вопрос. Так, значит, здесь мы будем рассматривать, значит, смотрите, вот так называемое вот отображение, вот это вот F – это отображение, обратное к F. Вот это вот, просто у меня, значит, вот я рассматривал отображение F из D в D''. Для обратного отображения мы имеем вот такое вот темкосное неравенство. Ну, вот это вот, значит, все дело состоит в том, что между прямым и обратным отображением нет симметрии, вот в чем все дело. И поэтому, значит, вот этот класс, в общем, можно рассматривать отдельно. И, значит, вот мы говорим, что он, значит, вот функций, это гомеоморфизм принадлежит вот этому классу Q, Q, P, вот это самое, гомеоморфизм из D в D''. Если здесь выполняются вот эти вот МКС-Т соотношения, ну, это означает в точности, это эквивалентно тому, что отображение Фи обратное из Д в Д штрих будет вот этим самым Q, значит, П морфизмом. Ну, в общем, почему надо вводить отдельное обозначение, я чуть-чуть попозже скажу. Теперь, значит, теперь связь между отображением, я уже на словах сказал, значит, Q морфиз принадлежит классу Q, Q, P, тогда и только тогда, когда обратный, значит, является, значит, Q, P, омега морфизмом. И дальше, если в определении класса, опять же, МК основная неравенция заменить на модульное, получим тот же самый класс отображений. И всё дело состоит в том, что вот почему-то вот для отображения Ф вот есть несколько работ, в которых изучались вот эти вот отображения. Это, во-первых, работа, ну, я не написал фамилии, на самом деле, надо было бы написать Миклюков-Кругликов. Вот, потом, значит, вот есть работа, значит, вот четырёх авторов, монография четырёх авторов соответствует случаю, когда Q равняется P равняется N, тогда это мы имеем QNN морфизмы, но они в этой монографии названы просто Q-гомеоморфизмами. Вот, но и всё дело в том, что в монографии и в моём обозначении смысл буквы Q абсолютно разный. У них в монографии Q обозначается, через Q обозначается весовая функция, а у меня Q – это первая буква от слова квазикомформы. Ну и вот ещё, значит, некие обобщения были, когда Q равняется P равняется N. Значит, вот этот случай, вот этот, значит, есть некоторые результаты, которые, значит, вот, в которых вот исследуется вот этот класс отображений. У меня сколько времени, а? Ещё в 15 минут, а 15 минут. 15 минут. Я хочу, вы знаете, всё-таки, я не могу просто пройти мимо одного, так сказать, безобразного факта, который, значит, наблюдается в литературе. Откуда возникла вот постановка рассматривать вот эти вот, вес сюда, вот в этой задаче поставить вес? Откуда возникла эта задача? Всё дело состоит в том, что, когда я увидел работу на эту тему, я спросил Миклюкова Владимира Михайловича, который в то время был ещё жив, откуда возникла эта задача? Он сказал, что эту задачу он сформулировал Мартю. Оли Мартю, когда был в Финляндии. Он эту задачу сформулировал Мартю. Теперь, читая работы, вот видите, вот там Рязанов такой есть, это математик с Украины, у него есть много учеников. Ученики по поводу этой задачи пишут следующее. Великий финский математик Оли Мартю сформулировал задачу. Ну, может быть, он им сформулировал, но первоначально эта задача идёт от Миклюкова. Вот так вот переписывается история, не только, как бы, история обычная, но и математическая история. Так, ладно. Основа подхода. Значит, основа подхода, которую я эксплуатирую, состоит в следующем. Вот она так звучит. Смотрите, у нас в области D фиксированы два шара. Один шар B0 и один шар B1. Они дизъюнктны. Значит, Q между N-1 и N. Тогда фиксируем континуум, невырожденный континуум в шаре B0. И произвольный континуум F1 в шаре B1. И вот соотношение, вот это соотношение 10, выполняется тогда и только тогда, когда диаметр континуума F1 стремится к нулю. То есть нижняя грани этих диаметров равна нулю. Ну, это, так сказать, и означает, что связь между геометрией Евплидова связана с этой функциональной характеристикой, называемой ёмкостью. И это, так сказать, наблюдение и лежит в основе, так сказать, дальнейшего действия. Значит, соединим две точки XY в области... Значит, вот этот F0, который мы зафиксировали, континуум с ней пустой, ну, внутренность в области D штрих, он сюда будет фиксирован. Значит, мы берём две точки XY из дополнения и соединяем их кривой, вот, так, чтобы она не задевала F0 в области D штрих, ну, без того, чтобы эта кривая проходила через точки множества F0. И вот тогда, значит, если я рассмотрю вот такую вот нижнюю грань по всем кривым, которые соединяют точки X с Y, вот эта вот нижняя грань, значит, этих мкостей в степени единицы на P, то получается, значит, ну, некая метрическая функция. Вот. И эта метрическая функция, значит, определяется в области D штрих, и налогично она же определяется и, значит, в области D. Вот. И она определяется в области D штрих. Понятно, что между ними есть соотношение. Соотношение между ними вот какое. То есть относительно этой метрической функции, значит, вот это вот отображение является Липшицевым. является Липшицевым. И вот отсюда как раз и возникает, так сказать, ну, возможности для дальнейшего, значит, изучения этих отображений. Значит, понятно, что для этого надо какие-то свойства, я еще их не сформулировал, свойства метрической функции. Значит, смотрите, первое свойство, симметричность, она практически очевидна. Нет никакого разницы, соединяем ли мы точку X с точкой Y, или точка Y с точкой X. Неравенство треугольника вытекает просто из обычного, значит, неравенство треугольника для функционального пространства Соболева. Ну и, так сказать, вот не хватает невыраженности. Вот условие, вот это вот, чтобы расстояние между точками равнялось нулю, вот это выполняется тогда и только тогда, когда вот емкость любого шара с центром точки Y стремится к нулю, когда радиус стремится к нулю. и все дело состоит в том, о, все дело состоит в том, что для произвольных метрических, для произвольных весовых функций это выполняется не всегда. Вот в качестве примера я привожу, смотрите, вот я беру вот эту функцию омега, вот она вот, Y степени альфа, альфа у нас заключен, вот, больше минус n, это просто, значит, берется такая вот одна функция, и эта функция, и с помощью этой функции строится, значит, сумма, вот берется сумма вот этих функций по И, где Y и Т, это счетное всюду плотное множество в области Д штрих. Вот, значит, эта функция, значит, если я рассмотрю вот такой вот ряд, вот этот ряд, если я рассмотрю, тогда этот ряд будет суммируемой функцией, это раз, и емкость любой точки Y будет положительной. То есть это означает, что, ну, такой пример весьма показательный, что мы, так сказать, в том случае, где емкость положительна, мы никак с помощью этого подхода не можем контролировать поведение функции. Вот так вот, значит, вот тут и написано, что емкость всех этих точек не равна нулю. Ну, тем не менее, давайте мы вспомним про теорему о пополнении. Вот давайте мы выбросим из области Д штрих все точки, где, значит, емкость положительная, и оставим только те точки, где, так сказать, емкость... Так, я прошу прощения, я что не сделал? Я там... А, мне нужно было волну поставить, я волну не поставил, боже мой. Да, в общем, короче говоря, выбрасываем все точки, значит, где емкость положительная и оставляем только те точки, где емкость равна нулю. И тогда мы получаем метрическое пространство, вот это вот Д штрих, Ро, Ро, в которое, вот с этой вот метрикой, и в которой все будут выполняться к всему метрическому пространству. Ну, предполагаем, что оно, естественно, не дискретное. Вот. И вот теперь-то, пополняя, значит, область Д штрих по этой метрике, мы, значит, ну, обычным способом пополнения, то есть это вот есть эквивалентные, значит, последовательности, вот, и новое метрическое пространство, вот, обозначается Д с волной, вот, и его элементами являются классы эквивалентных фундаментальных последовательностей относительно, значит, емкостной метрики. Вот. А расстояние между вот любыми двумя элементами, вот оно здесь написано. Ну, что же, значит, и тогда, раз у нас есть пополненное пространство, отображение исходное липшица относительно этих самых метрик, тогда мы можем просто пополнить, продолжить отображение F на пополнение. Вот. И это примерно, так сказать, в идейном плане, это та же самая процедура, когда у вас есть слабое решение, то есть найти существование слабого решения, это как бы одна задача, используется полнота, значит, пространство решений, а доказать регулярность – это другая задача. Вот примерно та же самая история и здесь. Значит, мы таким образом получили, значит, вот продолжение на границу, и теперь вторая задача, а как связать между собой вот эти вот, так сказать, то, что там присоединилось, с тем, что находится в евклидовой границе к области D'. Ну, вот я кое-какие, значит, на этот счёт наблюдения сейчас хочу рассказать. Вот, значит, ну, вот эта вот оценка расстояния, она понятна, вот она вытекает из липцевости. Ну и теперь, значит, мы присоединили, значит, новые элементы к области D'. Их, значит, их называем ямкостной границей. Вот, метрика индустрируется из объемлющего пространства. Вот, и, 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 и. Есть теорема в граничном соответствии. Раз мы продолжили, значит, отображение F на пополнение, то, значит, есть отображение вот этих присоединённых границ. Так, теперь, чтобы, значит, посмотреть, какая связь с евклидовой границей, значит, вводим понятие носителя. Носитель граничного элемента – это совокупность всех частичных в топологии расширенного пространства РН пределов для всех фундаментальных ямкостной метрики последовательность, входящих в класс эквивалентности, определяющей H. Ну, немножко же так звучит, так сказать, быстро, давайте чуть-чуть помедленнее. Значит, H, значит, элемент H – это класс эквивалентных последовательностей, но фундаментальные последовательности рассматриваются в ямкостной метрике. Значит, эти же самые последовательности можно рассматривать, значит, в топологии расширенного пространства в области D, штрих в топологии расширенного пространства. И там, значит, у них есть, как их называется, частичные пределы. Так вот, совокупность всех этих частичных пределов – это есть носитель. То есть, понятно, что носитель – это замкнутое множество. Ну вот, да, спасибо. Носитель – это замкнутое множество. Дальше он содержится вот в евклидовой границе плюс бесконечно удаленная точка. Дальше они связаны, носитель всегда связан. И, значит, вот что интересно. Для любой последовательности ХМ, значит, вот если у нас последовательность сходит с ямкостной метрикой, то она сходится, значит, к носителю в топологии расширенного пространства. Ну, еще одно свойство, если я его не записал, что если два носителя пересекаются, то они совпадают. Так, критерий одноточечности. И что важно, вот раз мы, значит, вот имеем такое соответствие фактически между носителями, тогда, значит, надо понимать, когда, значит, у нас носитель одноточечный, потому что в том случае, когда носитель одноточечный, мы будем получать стремление, значит, граничные точки в евклидовой топологии. Ну и здесь вот написано, что носитель, значит, состоит из одной точки тогда и только тогда, когда для любых фундаментальных метрикой последовательности существуют кривые, соединяющие хм и грекм, диаметр которых стремится к нулю. Ну и вот, значит, теперь, значит, такая вот теорема, значит, которую вовлекает евклидовую топологию. Значит, вот есть такой губиоморфизм, область д-штрих локально связана в граничной точке у, в д-штрих в образе, носитель, значит, SH, граничный элемент H, содержит точку у, и носитель, вот это вот условие очень важное, ёмкость этой точки равняется нулю, ёмкость точки равняется нулю, тогда, значит, F от Z стремится к носителю, значит, в образе, значит, в области уже D, в области D. Вот так это, значит, короче, есть, так сказать, связь, значит, между топологиями. Теперь возникает, конечно, есть очень много, есть в физикоформном анализе есть некие условия, которые, значит, связывают между собой, значит, как бы, вот когда будет носитель одноточечный, когда там всё это будет отделяться, но это уже как бы в каком-то смысле, это уже, так сказать, более-менее понятная часть работы. Ну, в общем, основа заложена для того, чтобы изучать граничное, так сказать, поведение. Теперь, по правде признаться, я бы хотел, единственное, что бы хотел это сделать, это вот за оставшееся время, дело в том, что здесь у меня есть список работ, ну, в общем, все вот эти работы, ну, практически все, вот это много работ, 10 работ написаны вот за два года, ещё не все опубликованы. И, значит, пример хотел привести, пример взять какую-нибудь работу, то вот последняя работа, которая ко мне прилетела, это работа вот этих вот авторов, напечатанного вот в журнале, который издаётся в Казани, вот они рассматривают вот такие вот гомеоморфизмы с конечным искажением, и вот когда такая операторная функция принадлежит Ln-1n, вот и какие-то, значит, приводят условия, когда всё, значит, возможно там описать, ограниченное поведение. Ну, вот я хотел показать, как вот к этому, вот именно к этой задаче применить, так сказать, те результаты, которые, значит, доказаны вот в цитированных работах. Ну, первое, первое, вот то, что там написано, тот гомеоморфизм, он индустрирует вот такой вот ограниченный оператор композиции. Вот если он индустрирует такой оператор композиции, то, значит, у меня в одной работе, значит, там ещё 12-го года доказано, что он принадлежит вот этому классу Соболева, W1n-локальный, и имеет конечное искажение. Раз он, это вот уже работа прошлого года доказана, раз есть такое вот отображение W1n-локальное, с конечным искажением, тогда оно индустрирует вот такой вот ограниченный оператор композиции. Вот он, фи со звёздочкой из Ли. Омега, где d омега, это вот такая вот весовая функция. Это вот такая вот весовая функция. И вот этот оператор будет ограничен. Но это в точности то, что мы имеем вот в той теореме про ограниченное поведение. Значит, рассматривая вот эту вот весовую функцию, мы, значит, всё получаем, в общем, получаем, так сказать, вот все результаты, которые были сформулированы в общем случае. Да, ну вот это... Ну и, конечно же, возникает вопрос, что как обратно изучать. Вот это очень интересно, потому что, вот чтобы изучать обратный, надо воспользоваться другой моей теоремой, в которой написано, что обратное, значит, отображение будет индустрирует вот такой вот оператор композиции. Вот обратите внимание, что здесь весовая функция тета, она уже в образе. Да, это, значит, f из d' d, а, значит, вот этот, значит, в области d' рассматривается рассматривается другая весовая функция. И вот относительно другой весовой функции мы будем иметь такой ограниченный оператор композиции. Ну и тогда, опять же, всю эту процедуру, значит, граничного соответствия запуская, мы получаем, значит, еще описание граничного поведения для обратных отображений. Ну, я прошу прощения, это, в общем, как бы вот такое вот немножко, значит, много, хотя это самое, я, в общем, половину деталей не рассказывал, не сообщал. Все, спасибо. 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 Спасибо.